Добрый день! В эфире телеканала Югра. Новости. С вами Дмитрий Пришвицин. Здесь начинается твое будущее. В Сургутском государственном университете сегодня в торжественной обстановке открыли новый арт-объект. Нулевой километр с указателями наименований и расстояний до высших учебных заведений страны. Разрезали ленту во время митинга, посвященному Дню славянской письменности и культуры. Этот день в Сургу празднуют традиционно. На площади у входа в главный корпус установлен 12-метровый памятник Кириллу и Мефодию создателям азбуки. Подробности об этом дне на месте события узнавала Леана Киямова. Памятник Кириллу и Мефодию у входа в главный корпус Сургутского государственного университета установили 10 лет назад. Именно они считаются первыми учителями славян. Поэтому в День славянской письменности принято вспоминать имена этих святых равноапостольных братьев. Здесь же в Сургуте монумент считается символом первокурсников и выпускников. Поэтому традиционно проводятся митинги. Что ждет участников в этом году, нам расскажет доцент кафедры лингвистики и перевода ведения Сургутского государственного университета Александр Ходынская. Александра Анатольевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему важно проводить такой традиционный праздник здесь? Сургутский государственный университет имеет Кирилла и Мефодия, равноапостольных святых, своими покровителями. Это сложилось исторически. И мы считаем это добрым знаком. Потому что наш университет, без преувеличения скажу, является флагманом высшего образования Югры. И поэтому мы, находясь под этим покровительством, одолеваем научные вершины очень успешно. Наш вуз расширяет свои горизонты. У нас более 7 тысяч студентов. И поэтому я думаю, что впереди у нас очень большие открытия. Праздник славянской письменности – это важный праздник единения не только всех славян, но и всех людей, всех жителей, всех граждан нашей страны. Потому что русский язык является языком межнационального общения. И он является языком культуры, языком науки и языком даже повседневного бытового общения. В каждом уголке нашей страны говорят по-русски. Поэтому мы ощущаем себя большой славянской семьей, несмотря на то, что государство у нас многонациональное. Отлично. А скажите, вот у Сургутского государственного университета даже есть какая-то традиция проходить через арку. Что она символизирует? Когда-то, может быть, несколько стихийно зародилась эта традиция, но теперь она крепкая и очень надежная. В день первокурсника всех наших поступивших студентов, бывших абитуриентов, первокурсников проводят через эту арку, через арку знаний. И, наверное, тем самым святые наши покровители осеняют своей защитой, передают свою мудрость нашим студентам. И мы считаем, что это должно помочь им в одолении разнообразных наук. Спасибо вам большое. Кирилл и Мефодий считаются покровителями Сургутского государственного университета. А День славянской письменности и культуры – одним из самых главных праздников. Сегодня на митинг пришли сотни человек. Это педагоги, представители духовенства и студенты. Это уже неотъемлемая часть нашей культуры. Поэтому и важно ее праздновать. Важно, чтобы поддерживать культурное наследие нашей страны. Памятник поставили, празднули, отмечают. Кирилл и Мефодий молодцы. В этот юбилейный год Сургутский государственный университет установил новый символ образования и науки. Арт-объект «Здесь начинается твое будущее», на котором указатели к высшим образовательным учреждениям нашей страны. Он символизирует нулевой километр к перспективам развития. «Здесь начинается твое будущее. Открыть!» Леона Киамва, Алексей Шахмаев, телекомпания «Югра», Сургут. Югорчане услышали музыку великих композиторов Арама Хачатуряна и Жоржа Безе. Накануне в Ханты-Мансийске выступил Тюменский филармонический оркестр. Этот концерт прошел в рамках межрегионального проекта «Культурное сотрудничество» и реализуется по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой и губернатора Тюменской области Александра Мора. Зрители могли не только насладиться классической музыкой, но и увидеть в деле знаменитого дирижера Юрия Медяйника. Он же и художественный руководитель оркестра. Концерт состоял из двух отделений. Если первая его часть была более серьезная, то после антракта ценители музыки услышали классическую танцевальную программу. В нее вошли шесть произведений танго. Мы исполним сюиту, которая написана для театральной постановки. Она называется «Валенсианская вдова». Это сюита различных разнообразных произведений, которые, я уверен, что публика оценит очень высоко, потому что эта музыка потрясающе красивая. И также в первом отделении у нас в программе сюита из оперы «Кармен» Жоржа Безе. Это хит мирового масштаба. Спорить здесь бесполезно совершенно. А вот программа второго отделения, она составлена из других произведений. Она составлена из произведений, которые написаны за последние сто лет. И это в основном жанр танго. Танго и фокстроты. Очень зрелое исполнение, несмотря на молодость некоторых музыкантов. Очень чуткое исполнение. И, я бы сказал, очень театральное. Вы знаете, у дирижера такая театральная спина, что можно было видеть рисунок игры по его спине. Не только по рукам, не только по жестам. Отмечу, в составе Тюменского филармонического оркестра играл и музыкант концертного оркестра Югры Алексей Коржов. Несмотря на то, что артисты прилетели только в день выступления и успели провести только одну репетицию, Алексею Коржову удалось влиться в состав гастролеров. Он играл в шести произведениях во втором отделении. Для меня это все было неожиданно. Еще сутки назад я не знал, что буду играть с этим замечательным коллективом. Шесть пьес мне дали, чтобы разучить партии. Играл я с большим удовольствием. Это было непередаваемо. Уникальный коллектив с невероятным деликатным звуком. Просто изумительно. Это впечатления очень большие. Ну, в первую очередь, это показывает то, что культура без границ. Несмотря на то, что мы разные субъекты, соседи. Второе для жителей – это культурное разнообразие. Это вся палитра нашей разнообразной российской культуры. И для наших профессионалов, для музыкантов, для артистов это своеобразный обмен опытом. Жители советского района смогут получать медпомощь в новой врачебной амбулатории. Она открылась в поселке Малиновский. Объект здравоохранения расположился на улице Ленина. Его возвели взамен старого здания 1964 года постройки для двух поселков – Малиновского и Юбилейного. В рамках рабочего визита в муниципалитет медучреждение оценила губернатор Югры Наталья Комарова. В современном одноэтажном здании площадью более 400 квадратных метров есть кабинеты функциональной диагностики, процедурный, физиотерапевтический, а также отдельный санузел для маломобильных пациентов. Кадровый состав медучреждения сформирован из прежних специалистов. Прием будет вести терапевт и педиатр, а также стоматолог. Отмечу, что проект амбулатории в Малиновском включен в карту развития Югры и создан с учетом пожеланий жителей. Денежные средства были выделены не только на строительство больницы, но и на оборудование. Думаю, была задача поставлена именно в таком формате, чтобы для каждого человека был обеспечен стандарт доказания медицинской помощи. Два проекта телеканала Югра заняли призовые места во всероссийском конкурсе региональных СМИ «Панацея». В номинации «Здоровье в твоих руках» лучшими стали работы югорских журналистов. Первое место за активную просветительскую деятельность и талантливое освещение темы заняла программа «На здоровье», автором которой является Екатерина Крепышева. Второе место за авторское новаторство и поиск креативных решений получила просветительское реалити-шоу «100 плюс» Ольги Новиковой. Добавлю, что «Панацея» — это престижный конкурс для представителей СМИ, освещающих тему «Здоровье сбережения». Его проводит благотворительный фонд, который учредили МГУ имени Ломоносова и Союз писателей Москвы. В этом году комиссия рассмотрела более 5000 материалов из 78 регионов России. Это было очень приятно. Получить подтверждение своего мастерства, мастерства команды нашей и нашей редакции, потому что благодаря нашей редакции два проекта, которые мы реализовывали, вошли в число победителей. Для нас это очень почетно, тем более, что в жюри были очень уважаемые нами, всеми врачи, мастера — это и Лео Бакерия, и Леонид Рошаль. Это, правда, очень почетно. Две тысячи деревьев посадили на набережной Урая. Так жители муниципалитета присоединились к экологической акции «Спасти и сохранить». Теперь на появившейся недавно городской достопримечательности растут яблони, сосны, березы и лиственницы. Горожане уверены, что в будущем эта роща станет настоящим украшением города, причем деревья здесь уже сажали в прошлом году. Но часть саженцев не прижилась, а некоторые попросту украли. Но городских активистов это не остановило. Уж очень хочется иметь собственную рощу. Поэтому взялись за дело с готовностью, словно работали в собственном саду. Ну а нижний ярус аллеи заняли цветы, которые урайцы привезли с дач. Это нарциссы, сирень, анютины глазки. Мы пришли с удовольствием, мы ветераны. Видите, мы галстук. Мы всегда готовы к любой акции. Тем более, это же мы засаживали его в прошлом году. Много посохло, много вырвали. Украли цветов очень много. Но сейчас, может быть, в конце концов мы потрудимся. Увидят люди, что мы работаем. Все-таки мы пенсионеры. И будет здесь красота. Обсуждали неоднократно. Надеемся, в этом году у нас возьмут шествия как управление жилищно-коммунального комплекса, так и ЕДДС в плане полива. Именно организации полива саженцев. Югорские футболисты Артем Ниязов и Сергей Абрамович поборются за золотые медали чемпионата страны. Воспитанники Югорской школы мини-футбола выступают за московский КПРФ. В полуфинальной серии эта команда встретилась с Синарой из Екатеринбурга. Коммунисты без особых проблем одержали вверх во всех трех матчах и вышли в финал Суперлиги. Отмечу, что Артем Ниязов и Сергей Абрамович записали в свой актив по одному голу в этой серии. А вот второй претендент на золотые медали чемпионата пока неизвестен. Соперник определится 28 мая. Там «Газпром Югра» и «Норильский Никель» сыграют пятый и заключительный матч в полуфинальной серии. Пока счет ничейный 2-2. Напомню, что «Газпром Югра» является действующим чемпионом страны, а Артем Ниязов выигрывал трофей в составе КПРФ в 2020 году. Там, к слову, в решающем матче москвичи играли с командой из Югорска. К этому часу это все новости от моих коллег. До новых встреч на телеканале Югра.